Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня будет у нас сразу два видео, потому что очень много актуальных новостей. Отдельно хотел поговорить о трансферных делах и переходах. Этому посвящу свое следующее видео. А сейчас, можно сказать так, в экстренном режиме, едва приехав в Ниццу, рассказываю о принятых критериях отбора, которые уже успел просмотреть. И, в общем-то, если говорить глобально, никакого отторжения эти критерии у меня не вызвали. То есть, в принципе, видно, что многие недочеты предыдущих лет были учтены правлением СБР. Некоторые по-прежнему остались, поэтому мы отметим в этом выпуске и плюсы, и минусы данных критериев. Но начнем с хорошего, с плюсов. Во-первых, это то, что на старте сезона при отборе все-таки будет присутствовать спортивный принцип. Потому что меня очень обеспокоило интервью Сергея Чипикова, который сказал, что, дескать, тренеры будут по своему усмотрению формировать состав команды на декабрь, а контрольные старты они как бы будут, но прямой связи между их результатами и списком стартующих на кубках спортсменов не будет. Но Чипиков вообще производит впечатление человека немного оторванного от действительности. Он тут, Драчев, все время говорил о том, что новые данные по московской лаборатории никак не влияют на процесс восстановления СБР. Это связано с невыполнением критериев. А Чипиков говорит, что повлияли бы в том же самом интервью. Поэтому какие-то нестыковки все время выходят. Но если перейти непосредственно к самим критериям, то да, это действительно вот первый хороший плюс. То, что будет учтен на старте спортивный принцип, то, что 4 спортсменки у женщин будут набираться по очкам, 3 спортсменов у мужчин, остальные либо за выдающиеся результаты прошлого сезона, это топ-15 в Кубке мира, либо 2 вайлдкарты, тоже я считаю справедливо, потому что тренеры были всю предсезонку со спортсменами, знают, как они готовы, и ничего плохого в том, что ни одного спортсмена, а двух будут брать тренерским решением. Это разумно. Второе, это грамотный возрастной ценз на Кубках IBU, то, что мне нравится. Что, во-первых, с одной стороны, никто не ограничивает это 26 годами, соответственно, могут и возрастные спортсмены выступать там, но в ограниченном количестве. С другой стороны, больше шансов для молодежи себя развивать, поэтому я считаю так, что возрастные спортсмены должны выступать там те, которые имеют перспективу пробиться на Кубок мира и усилить сборную, но по тем или иным причинам оказались в резерве, сделали шаг назад. Те же, которые считают за счастье просто отобраться на этот Кубок, ну, уже не должны быть. Это мы проходили много раз, они приезжали туда, занимали 30-е и 40-е места, тратя все силы на отбор. Далее, и третий пункт, что мне нравится, это грамотная ротация между всероссийскими соревнованиями Кубком IBU и Кубком мира. То есть, лучший на Кубке IBU по итогам декабря автоматом попадает на Кубок мира в январе, это плюс. То, что, наконец, лидеры общего зачета Кубка России будут подниматься на международные старты, это тоже плюс. Не по одной ижевской винтовке, там по двум-трём гонкам, как они в морозе пробежали, не на самом лучшем стадионе, прямо скажем, России, бросили все силы, потом приехали, имеют бледный вид. Здесь правильные сделали коррективы. Да, пусть там победитель ижевской винтовки традиционно на Кубок IBU едет. Но другие сейчас времена, вот Евгений Редькин один раз выстрелил, 30 лет почти прошло, ничего подобного больше не появилось. Поэтому ни к чему вот эту вот, как сказать, давнюю традицию, уже прямо скажем устаревшую, держать до сих пор и брать победителя ижевской винтовки на Кубок мира. Порой человек просто к этому не готов, ему лучше будет рангом ниже выступить и обрести там уверенность. Теперь переходим к недостаткам. Значит, то, что мне не понравилось, во-первых, это, что Старых и Глазырина фигурируют там со звёздочкой, что они могут только претендовать на попадание на Кубки IBU. Зачем так ограничивать? Вот возьмём Ирину Старых. Она в общем зачёте прошлого сезона попала в тридцатку лучших. Была, по-моему, третьей среди наших. И, соответственно, по всем спортивным принципам прошлого сезона, она должна попадать в когорту сборных. Почему её не взяли на централизованную подготовку, там, боялись за здоровье, ещё за что-то. Но сейчас, если она в порядке, если она приезжает на контрольный старт в Тюмени и там показывает результат, почему её нельзя взять в команду, почему вот это идёт ущемление, то, что она не проходила централизованную подготовку. А Юрлова проходила, Юрлова готовилась самостоятельно так же, да, на централизованной подготовке, но абсолютно индивидуально. Карим Халили тренировался с лыжниками, он присутствует. А Старых мы, получается, ограничиваем спортсменку с опытом, которая способна усилить эстафеты, которая никогда не проваливала ни одного эстафетного этапа за всё время в сборной России. И это в высшей степени несправедливо. Глазырина, да, наверное, ей лучше на Кубке IBU начать будет, если она туда пробьётся. Но тоже, почему бы не дать ей шанс? Вот это, я считаю, первый минус. Идём дальше. Значит, то, что самое главное, главный старт сезона – это чемпионат мира. У нас расписано по пунктам, на все соревнования, на все первенства Европы и так далее, расписано вплоть до количества очков за каждую гонку, которые считаются на чемпионат мира, написано просто. Тренеры отбирают по результатам четвёртых, шестых этапов Кубка мира и Кубка IBU семь спортсменов на чемпионат мира. А почему бы не выработать критерии, которые дают гарантированное участие? Там, попадание в тройку, два попадания в десятку. Как это у тех же норвежцев делалось, у тех же немцев? Это главный старт сезона, ребята. И по нему нету вообще никаких критерий. То есть, семь человек теоретически тренеры могут с улицы набрать, там, кого угодно. Вот это, я считаю, тоже абсолютно непроработано. Я бы сделал какую-то чёткую планку, соответствие которой гарантирует спортсменам участие в чемпионате мира. Все семь человек её не выполнят. Оставшихся двух-трёх набирайте тренеры по своему усмотрению, кто вам нравится. Это второй минус. И, наконец, третий минус. Он касается второго файла, который выложен на сайте СБР, касательно первенства мира. Потому что там, значит, всё нормально, всё хорошо. То есть, идёт централизованная подготовка. Отбирают на юниорский кубок IBU по семь человек. Дальше идут отборы на первенство Европы и первенство мира. И что мы видим? Результаты этого самого кубка IBU, который соответствовать должен кубку мира у взрослых спортсменов, не учитываются никаким образом. Мы это проходили историю два года назад, когда Малеев, лучший юниор, который выигрывал на этих юниорских кубках IBU у всех, он не попал на первенство мира, потому что не прошёл какой-то внутренний отбор. То есть, спортсмены, выступавшие в Европе, соревновавшиеся с лучшими сверстниками, должны потом ещё ехать в Россию и кому-то там что-то доказывать, отбираться по двум стартам. Набирать эти очки, и опять же, по двум стартам мы будем формировать команду на главный старт сезона. А не в целом по тому, как они идут по сезону. Вот эта вот глупость, которая у нас годами идёт в юниорском спорте. И понятно, что там регионы будут цепляться вот за этот спортивный принцип. У нас получается, наверху критерии размыты, там тренером больше воля. А здесь, внизу, где юниоры, где нужно работать на развитие спортсменов, у нас идёт всё наоборот. Вместо их развития надо набирать очки и рубиться. Вот приехать с Европы, обязательно пройти этот отбор, за отбором отбор, потом первенство мира, потом первенство Европы. И каких мы получим юниоров на выходе? Вот тут убивается наша молодёжь из-за этой системы. И они ничего с этим не делают. Вот что плохо. Поэтому я надеюсь, что прислушаются к этим словам руководители наши. А в целом, что хочу сказать, никакого вот прямо трэша в этих критериях я не увидел. Или явно несправедливости. Критерии рабочие во многом лучше, чем были в прошлом году и в прошлые годы. В чём-то хуже. Какие-то проблемы, которые я озвучил, остались. Но самое главное, не в том, как они написаны на бумаге, а в том, как они будут работать на деле. Мне хочется, что если уважаемые члены правления СБР поставили свои подписи под этим документом, то этот документ будет иметь статус закона. А не так, покрутил, как дышло, а там что вышло. Самое главное, чтобы теперь эти критерии отбора выполнялись. И тогда мы получим справедливый спорт, из которого спортсмены не будут бежать в другие страны. Но об этом поговорим в другом выпуске. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. Продолжение следует...